На том же месте, в тот же час. Да, мы продолжаем самоизолироваться, надеемся, вы тоже. Поэтому очередной выпуск новостей записываем для вас из дома. Новости самоизоляции. Выпуск номер два. Понедельник власти Татарстана ввели режим тотальной изоляции. Право покидать дома осталось только у работников, чьи организации продолжили деятельность и смогли выдавать справки специального образца, подтверждающие разрешение человека на передвижение. Также был введен порядок и для всех остальных категорий лиц. Нефть российской марки Юрелс пробила дно, откатившись до уровня прошлого века. 16 баксов с копейками. Последний раз такое было в 1999 году. Самое время сказать «Окей, бумер». Во вторник Госдума оперативна, хотя и в третьем чтении, приняла поправки, ужесточающие наказание для нарушителей режима самоизоляции. И злицам назначили штраф до 40 тысяч рублей. Заодно законодатели поддержали поправки об ужесточении наказания за распространение фейков. И теперь за это можно получить реальные пять лет тюрьмы. Но больше всего во вторник пострадали молодожены. Премьер Мишустин ввел ограничение на регистрацию брака. И теперь влюбленным нужно будет подождать улучшение ситуации с коронавирусом, чтобы поставить завидный штампик в паспорт. Но зато есть еще время подумать. В среду представили то, с помощью чего можно выйти из дома. Кабмин утвердил форму справки для работодателей, вместе с тем заработала и система сервера выдачи пропусков по СМС. Сотрудники МВД и Росгвардии на основании этого начали проводить рейды по выявлению лиц, нарушивших режим самоизоляции. Не обошлось и без перегибов. Некоторые руководители на местах распорядились перекрывать дороги бетонными блоками, изолируя целые населенные пункты. У Госдумы выдалась рабочая неделя. Каждый день принимались новые законы и поправки. В среду был принят закон о кредитных каникулах, как для физлиц, так и для юрлиц. Каникулы предполагают отсрочку платежей, запрет на начисление пеней и требование недосрочного погашения задолженности. В четверг Путин снова обратился к нации и вновь трансляцию задержалась. Основными тезисами были «Спасибо всем тем, кто борется с эпидемией». «Пик не пройден». «Нерабочая неделя превратилась в нерабочий месяц». «Больше полномочий регионам». «И Россия сработала на упреждение». Еще Владимир Владимирович сказал, что эффективная и стабильная экономика – это основа для решения задач. С президентом спорить трудно, начиная с понедельника нефть начала расти в цене, а за время выступления нефть марки «Брент» прибавила целых 4 доллара. Ну чем не сильная экономика? «Разве что малый и средний бизнес до конца апреля без работы». Как и недели ранее, за выступлением Путина следовала пресс-конференция в Доме правительства. В пятницу вице-премьер Фазлеева, министр юстиции Загидуллин и глава Роспотребнадзора Потяшина рассказали о ситуации с коронавирусом в республике, а затем и ответили на вопросы. По ходу сессии ответов на вопросы, благодаря Инстаграму, присутствующие и зрители трансляции узнали о принятом Менихановом решении отменить абонентскую плату в детсадах на нерабочий период. Лейла Фазлеева отметила, что ведется разработка мер по поддержке бизнеса. При этом напомнила, что послаблений по работе на время карантина не будет. Сам же карантин могут снять раньше конца апреля, если ситуация по заболевшим улучшится. Это можно будет сделать благодаря увеличению полномочий регионов, о которых ранее сообщил Путин. Фактически под запрет попали все совещания, пятиминутки и прочие очные встречи во всех организациях, которые продолжают работать. Потяшина выделила ключевой момент самоизоляции. Если у человека есть клинические проявления, от него заражаются не менее трех человек. От бессимптомных – один. Всероссийский период самоизоляции обнажает некоторые проблемы. Одной из них стала ветхость газового оборудования и безалаберность обращения с ним. Так, на последние недели марта взрыв произошел в доме в Магнитогорске, жертвами которого стали три человека. Несколько до сих пор находятся в больнице. В субботу газ сдетонировал уже в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве. При взрыве пострадали по меньшей мере 10 человек и несколько погибло. Друзья, обслуживайте газовое оборудование своевременно. Не надейтесь на авось. Такими были новости прошедшей недели. Казань, не скучай и не болей. На следующей неделе увидимся снова. Субтитры создавал DimaTorzok